Голубинец Вот такое Не сухо, то есть вещество есть То есть есть вещество Но оно вязкое Вот такой вот ерундятиной Накрыть все для начала Можно задавая сразу Задавая настроение Здесь вертикали, а здесь Здесь наоборот Теперь возьмем меньшую Возьмем белильца Возьмем коричневильца Розовильца Появится такой Охренный розоватый цвет В районе середины Облака раз Следующие облака Два Следующие облака Три Причем они А? Пока такой Причем они Эти облака Будут ступенями Смотри, передние широкие Потом уже Потом кажутся еще более узкими Несмотря на общий массив Там все-таки полосатый массив Это создаст Эффект Ухода в перспективу Эффект ухода в перспективу Поэтому наберешь конфигурацию Наберешь, наберешь Наберешь, наберешь Наберешь, наберешь Угу Когда с этим расправишься Пойдешь дальше уже сюда И в зеленцу Которая будет Из голубого и желтого Первый намек на зеленцу Наберешь Угу Хотя, конечно, синевы нам не хватает Я бы сначала все-таки прошелся бы И напустил бы синевы В том числе Намеки на Деревца А, ниже середины Сотрешь И сделаешь эти намеки Хорошо? Хорошо Давай Остротой кисти Лежачкой кисти Лежачкой Суховато вот так Дрябло Дрябло Получилась Середина А там все-таки Это выше? Нет, это у меня выше получилась Так То есть голубым мы все наметили Поскольку голубой легче всего здесь поправить Все подвержено голубому Белизной взяли поправили, да? То мы голубым все наметили Можем даже Вот этих ребят Чтоб уже Основная масса соразмерностей Произошла Так Ну и будем нагнетать Цветовые настроения Сиреневизну Взяла? Да Есть там она, да? Да Иногда голубит эта сиреневизна Вот оно Вот такое звучание Смотри Торчащее Торчащее Звучание Нашвыряло Розовый с голубым Розовый с голубым То в пользу розового То в пользу голубого Зеленые мотивы можно взять И гилизоленький С желтеньким Нарядная зелень Нарядная зелень Вот эти вот лежачие Лежачая кисть к холсту Вот они На вот такую Продрись, да? Где даже холст чуть-чуть виден То есть будет ощущение, что Они же с натуры эти многие вещи Но основная масса Писана с натуры Поэтому будет ощущение Спешки художника Пленэрной спешки Поэтому эту спешку Немножко беречь Хорошо? Накидать, накидать Маленькой кистью Взять, накидать Вот такие Звучки Вот такие Вот такие Смотри Смотри, как я держу кисть Лежачий к холсту Для того, чтобы Некоторая Непринужденность И легкость исполнения Прозвучала Вот что-то такое Слоенность 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 А-ля Плоскость Теневая Световая Теневая Световая Вся в целом Плоскость Но разделена На На Субъекты Да? Вот эти субъекты Тоже хорошо бы показать И вот у нас Складывается Теневая Световая Теневая Световая Причем Некой Различимой Полосой Но и различимой Не как цилиндры А как Вмятинки Чем больше Вот этих Уходов Ступенчатых Уходов Полу Плоскостей Вернее Полу Форм Тем больше Будет Эффект перспективы Как мы добиваемся Вот этих Вот этих Ну вот Только что ж показал Я Темный Нагнетал Смотри Целой струей 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 И здесь тоже Смотри Целым Рядком 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 Видишь там Рядочек Рядочек То есть Эффект Бугарков Потом Возьмешь Маленькую Кисть Понашвыряешь Коричневый Голубой Будет Цвет Зелени Теневой Вот так Мелкой Тыканьем Мелким Начнешь Набирать Цвет Теневой Зелени Коричневый С голубым Мощный Чернявый Цвет Да? Да Мощный Чернявый Потом На него Сверху Немножко Светлявых Чуть-чуть Подбирая Тональность Вот они Вот они Довольно Простой Решение Натюкать Натюкать Потом Девочек Натюкаем Ну и еще здесь Немножко Небочка Сделаем Понаряднее Еще Причем А те красивые Помнишь У меня такие были Игривые Звучки Вот такие Игривенькие Нерасчесанные С тем ощущением Что художник Торопился Пленер ведь Да? Свет уходит Облака меняются И он Чтобы Вот это вот Настроение Пленерного Письма Должно быть Обязательным Ладно? Понятно, о чем я сейчас Проговорил? Понятно Ну ты ж Причёсывала? А я ж тебе рассказываю Не надо причёсывать А ты причёсывала? Смотри Художник как пишет Траву Когда она пылены Вот так Сломя голову Понимаешь? Не надо Сломя голову А ты смотри Каждую травиночку Чесала Да Смотри Как порядочно Как аккуратненько А надо неаккуратненько Ну и тем более Трава не любит Быть очень аккуратненько В травах Ты смотришься В том месте Трава Даже Густой краски У него Ну так это различимо Видно там другой сорт травы Который лопушистый Этот же сорт там где-то Залёк Вкусно? Вкусно И здесь Чичик Причём я ты видишь Делаю не в продолжении А Зигзагом По отношению к тому пикню Чуть Зигзагом И у меня опять же Появляются ступени ухода Вот эту красноту возьмёшь И лежачий к халту кисти Начнёшь набрасывать Стайкообразно Не решетом Стайкообразно Стайкообразно А стайка это когда они Толкутся между собой И тоже несколько в рядочке Выстроились Если Всмотреться То выстроились в рядочке Плюс иногда Плюс розовый Смотри я вихрю Сознательно вихрю Укладку Вместо того чтобы Аккуратно Тюк Тюк Я сознательно Вихрю её Лежачий к халту кисти Мазочек Мазочек Или от пёрышка Хорошо Так Нету Света И тени Недостаточно темно Смотри Там есть Черно 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 Вот так Есть? Нет У тебя их нет Значит Доложить черно 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 И В отличие от Веничков Которые Ты Нарисовала У него Встречаются Вот Такие Закругленности Ну-ка Смотри Есть Такие Закругленности То есть Не только Венички Закругленности Вот Миленько Звучат А снизу Черноты А черноты Подрезаны Светлотами И Седыми Светлотами И Цветными Седотами Подрезаны Черноты Черноты Снизу Подрезаны Черноты Снизу Подрезаны Ладно? Молодец Ладно? Игорь Ну Сывать Любительница Расчёсывая Писать Такие работы Где Расчёсывать Невозможно Копировать Других Художников Где Невозможно Расчёсывать Где Приходится Только Жестикулировать Но Чтоб Истребить Из себя Вдребезги Истребить Это Высуцуливание Вдребезги Вдребезги Устроить Причёски Он Вынуждает Быстро Решать Вопросы Это Так же Как Художники Ставят Натуру И ставят Себе Одну минуту На Нарисование Натуры Устает Девушка Обнажённая Допустим Минута Набросок Минута Набросок Сознательно Ставит Перед собой Сверхзадачу Чтобы Когда ты рисуешь Рисовать Самое главное Самое Выразительное Вот эта линия Выразительная Нарисовал Это теряется Даже не стал Основные Пункты Самые Выразительные Тогда Появляется Письмо Рисунок Свобода Рисунка А если Всё расчесывать Тогда Пленер Не нужен А это Тебе понравилось Именно В силу его Пленерного Замечания Поэтому Расческу Свою Поистребляй Именно В тех работах Со мной Можешь Одну-две Дома потом Подобным образом Где невозможно Расчесать Именно копирование Других Мастеров Где Ну просто иначе Ты напишешь другую картинку Не фотку Где ты можешь Расчесывать Сколько хочешь А вот Картинку Другого художника Которая Которая Тебя Прилудит Резко Решать Вопросы Жестикулятивно Смотри Смотри как он шел Он шел И вот так вот Разбрасывал Темноты Не прижил Не прижил А сыграл Потому что Времени то у него не было Смотри он Брал и Натаптывал Натаптывал Где то даже Смотри Что то торчит На Так у деревьев Часто бывает Есть такое да? И ты видишь еще какой то ритм появился Вот этот да? А ритм это очень красиво В живописи Это очень красиво И вот я сейчас все черненькие места Стараюсь закинуть в этом направлении Вернуть ритм Который ты благополучно съела Потому что не знала даже что он существует Да? Не слышал я такого слова? Говорил? Вот Ритм это очень вкусная вещь И когда вот много мазков выстраиваются в одном направлении Это выгодно звучит Как музыка Ритмично звучит Как бы это тоже эффект спешного письма Спешного У него не было возможности Каждые пять минут подбирать новую Тональность Поэтому он прошел буквально тремя тональностями Очень темный Средний И Полутоном Недотемный Недосветлый Здесь розовиночки Не хватило Чуть-чуть оранжевее Лежачая Обязательно лежачая Лежачая Хорошо Ну Расчесывала По одному Так Деликатно Не торопилась Да? Делала По-своему А ты же видела Я ж Погнал тебя на эту задачу Надо делать задачи Копировать Художников Работы Которые Написаны Очень нагло Видно Что легко Нагловато Прямо их копировать Смотри Как я твой порядок Начинаю Разбамбливать Мало того Смотри Я выстроил их В линейный А у тебя Они не выстроены В линейный Они у тебя Они у тебя просто Понаты Смотри Что делаю я Я их выстраиваю В линейку Помнишь Плоскость? Это линейки Как только Мы сядем в траву Все Для нас На этом уровне Будут Вот такими Бугарками Поняла? Поэтому В линейку Все выстраивается Иногда Сильнее Иногда Меньше Но Линейка Тоже Две тональности Он тут берет Одну Потемнее Другую Посветлей И бомбит Бомбит Хулиганит Обязательно Хулиганит Смотри Это У него Еще Аккуратненькая Работа Может Он Этот Наш Ринварчик Или Манэ Он Еще И На переднем Плане Покрупнее Цветочки Так Может Наш Аккуратненькая Наш Сейчас Аккуратненькая Маганит Также Тож Чертной Торевки Проте Аккуратненькая дашь смуглости вот в этих местах. Зачистишь палитру, возьмешь чистенько глильца с синильцами, немножко усилишь, причем мазочками уже такими, мазистыми, вот такими, чуть мазочками. Хорошо? Ну и там смугленько. У нас нет такого нарядного цвета, как то, что ты там видишь. Это обычно можно закупить, особенно итальянских красок много с таким нарядным цветом. Вот можно закупить, а потом немножко перекрыть то, что я положу. Хорошо? У них там, у итальянских красок есть такие. Значит, понакидаешь, понакидаешь и давай, давай хоть как получится порисуем. Ты видишь, я немножко коричневого добавляю, как проявление теплого цвета. Есть некоторый рубленый характер, да? Как будто скульптор рубит материал, вытачивая содержание. Рубленый характер, правда? Не вот этот, по-противный. Да, по-противному. Так. И здесь тоже нужны были рыхлые, вот такой лежачей кистью, перышные мазочечки. Перышные. Вообще, импрессионизм, это вот такая примерно густота и перышный характер мазочков. Присунок видишь, хорошо. Тоже, смотри, вместо выкрашивание. Он рисует призывочкой. Светлые партии любят густую краску. Ага, давай, до свидания, не приходи. То есть тоже здесь задаем настроение быстрого письма, невымученного, как будто он пришел домой и давай ее мучить. А так, как он торопился пленерно. Ладно. Это такой немножко хамоватый рисунок. Александр. Ладно. Моя. Я не обводил все педантично, а взял вот такими оценками, особенно вот в таких местах, и чуть-чуть приобрезал. Одно без другого не стоило рисовать, надо было сразу все пятна, связанные с ней, набрать. Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, что он делает, он и здесь свет немножко кладет. Прикольно? То есть мы сразу понимаем, что у предмета есть свет-тень, то есть с той стороны свет. Полосочку вот этой вот штучки он не делает очень агрессивно. Он ее делает никакой. Тающей. Он даже мог бы поступить вот так. Растает ее. Знаешь, была бы вот такой костыль в руке. Нет, она понеделает. Так. Так. Он не делает все окна одинаковыми тонально. Некоторые усиливают. Тоже очень важный момент. Какой намек на что-то на крыше. Да? Давайте ловенников корова. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...